В этот день, 13 марта 1881 года, в Санкт-Петербурге, был убит российский император Александр II. 13 марта 1917 года был образован Московский совет рабочих и солдатских депутатов. 13 марта 1938 года русский язык стал обязательным предметом для изучения в советских школах. В этот день родились Сергей Михалков, советский детский поэт. 13 марта родился Антон Макаренко, педагог-писатель. «Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать его так, чтобы он был счастливым, можно». Так считал Макаренко, советский педагог, вставший в один ряд с тремя известными во всем мире педагогами 20 века. Американцам Джоном Дьюи, немцем Георгом Кершенштейнером и итальянкой Марии Монтессори. Главным педагогическим медом Макаренко считал труд, трудом же он добивался главного в собственной жизни. Его родители не владели грамотой, а отец был простым железнодорожным рабочим. Однако, несмотря на невысокое происхождение, будущий педагог с отличием окончил 4 класса училища, а затем и Полтавский учительский институт. Выдающийся воспитанник по своим способностям, знаниям, развитием и трудолюбию. Так оценил педагогический совет института золотую медаль способного выпускника. Макаренко было на кого равняться. Образцом для него служил писатель Максим Горький. И именно ему Макаренко отправил для ознакомления свою первую пробу пера, рассказ под названием «Глупый день». Видимо, качество рассказа соответствовало названию, поскольку ответ Горького был категоричен. Рассказ интересен по теме, но написан слабо, «Драматизм переживаний героя не ясен, не написан фон, а диалог неинтересен. Попробуйте написать что-нибудь другое». Макаренко был огорчен провалом, но не сломлен. Наоборот, перед ним открылись новые горизонты. После 15 лет преподавания в обычной школе, учитель решил посвятить себя воспитанию трудных детей. В 1920 году Макаренко принял на себя руководство колонии несовершеннолетних правонарушителей. Воспитание детей в труде посредством коллективного общения стало основополагающей идеей Макаренко. Все дети совместными усилиями решали стоящие перед ними задачи, будь то уборка картофеля, учеба в школе или проведение спектакля. В колонии существовала почти военная дисциплина, но она не зиждилась на бездумном насилии. А военная атрибутика, приказы, рапорты, знамена являлись усиливающими дисциплину элементами. Однако у всего нового всегда находятся недоброжелатели. Коллеги или «педагогический олимп», как называл их Макаренко, приняли в штыки новую методику. Прививаемые детям понятия долгой чести стали называться буржуазным пережитком, а строгая дисциплина – ограничением свободы личности. Предложенная система воспитания не есть советская система. Таков был вердикт Народного комиссариата просвещения Украины. Одной из самых непримиримых противниц школы коммуны была Надежда Крупская, вдова Ленина. Поэтому, несмотря на все успехи, после 8 лет противостояния Макаренко написал заявление об уходе. Однако на методику Макаренко не было наложено окончательное вето, и может разрешили преподавание в коммуне, которое находилось под присмотром пионерской и комсомольской организаций. И он вновь создал образцовую процветающую детскую общину. В ней вновь не было воспитателей, порядок зиждился на самоуправлении и труде. В это трудно поверить, но первое советское производство электроинструментов было организовано руками питомцев Макаренко. Они стали выпускать первые советские фотоаппараты, знаменитые ФЭДы. И не государство им давало пособия для жизни, а детская коммуна платила государству из миллионных прибылей. Но прежде всего о качестве методики Макаренко говорило то, что среди его около 3000 воспитанников практически не было случаев рецидива, возвращения к преступной асоциальной жизни. Макаренко настаивал на том, что пример воспитателя и его успешность в деле – один из первейших залогов лидерства среди детей. И вот, благодаря многолетнему педагогическому опыту, Антон Семенович создал новый литературный труд – педагогическую поэму, и на сей раз Горький не скупился на одобрение. Поздравляю вас с хорошей книгой, горячо поздравляю. И все же главным достижением жизни Макаренко стали неуспехи на литературном поприще, не фильмы, снятые по его книгам и не восторженные отзывы больших людей, а его – воспитанники.